Добрый вечер! О событиях уходящей пятницы вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. И я, Андрей Сидорчуков, смотрите в нашем выпуске. Крупно выиграл в лотерею. Пермяк стал богаче на 56 миллионов рублей. Вывозят, и тот через раз не вычищает даже баки. Наш маленький Челябинск. Култаева страдает от невывоза мусора. Будет много-много чего интересного. Пять премьер, семейные мастер-классы, выставки и призы. Театр Кукол открывает новый сезон. Попался на взятки. Радиостанция «Эхо Перми» со ссылкой на собственные источники сообщила, что в Перми задержан исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Кировского района. Полицейский якобы регулярно продавал персональные данные граждан из-за информационной системы МВД, в том числе частным детективам. На одно из таких сделок и попался, поскольку детектив помог изобличить нечистого на руку правоохранителя. В пресс-службе краевого главка информацию о должности проштрафившегося его задержания не подтвердили, но предоставили следующий комментарий. В июле 2018 года в городе Перми оперативниками ФСБ установлен факт мелкого взяточничества сотрудникам одного из районных отделов полиции города Перми. В настоящее время в отношении сотрудника принято процессуальное решение. Проводится служебная проверка. Решается вопрос о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Тем временем полиция завершила расследование дела о контрафактном алкоголе. Напомним, весной этого года при попытке сбыта в один из магазинов Пермского района стражи порядка задержали двух предпринимателей. По версии следствия, один из участников группы отвечал за покупку контрафакта и подбор покупателя, а другой обеспечивал разгрузку контрафактного товара на склад. Товар хранился в одном из гаражных боксов Перми. При обыске оперативники обнаружили и изъяли около 10 тысяч бутылок различного объема поддельного коньяка, водки, текилы, известных марок и другой алкогольной продукции кустарного изготовления. Кроме того, здесь же находились 17 тысяч пачек немаркированных табачных изделий. Материалы уголовного дела переданы в суд. Молодых людей обвиняют в приобретении и хранении избытия контрафакта и незаконном использовании товарных знаков. Наш маленький Челябинск по количеству отходов Култаева рискует повторить судьбу уральского миллионника, который сейчас буквально погряз в мусорных отходах. В ближайшем пригороде Перми, равно как и в Челябинске, сборщики мусора недовольны размером оплаты своих услуг. Во что это вылилось, оценила наша съемочная группа. Понесла мусор, играют дети. Я говорю, вы что тут делаете? Ничего, ползаем. Что они там искали, конечно, я не знаю. Игра в прятки по-култаевски. Это когда в куче отходов не то что детей, а даже мусорных баков не видно. Пакетов и всяческого хлама пруд пруди. Бродячие собаки уделяют этому месту большое внимание. И не только они. Из-за зловония жильцы многоквартирных домов окна стараются не открывать. По их словам, контейнерные площадки подрядчики никогда не очищают до конца. А в мусоровозы попадает только то, что находится с краю. Вывозят и то через раз, не вычищая даже баки. Вот это все, что есть вокруг, это все остается. Максимально большое собирают. И все. Вот так вот живем. В култаевском сельском поселении говорят, что всему виной специфика населенного пункта. Из 17 тысяч человек лишь четверть проживает в многоквартирных домах. Остальные в частном секторе. И немногие из них заключают договоры на вывоз отходов. Перевозчик возит мусор в рамках тех денег, которые собирает. Больше они, коммерческая организация, они не могут в убыток себе работать. Мы надеемся, что региональный оператор в целом по краю заработает. Сегодня говорится о дате с января 2019 года. И все встанет на свои места. Единый оператор будет перевозить. Контейнерные площадки будем обслуживать мы. А пока местные власти советуют жителям набраться терпения. Иного выхода из мусорной ситуации не предлагают. Олег Романов, Елена Яговцева, Михаил Иситров. Телевизионная служба новостей. В Перми завершился пятый съезд некоммерческих организаций по капремонту в многоквартирных домах. В течение двух дней в нем принимали участие более 400 человек из 79 регионов страны. А также ряд федеральных экспертов. Участники форума обсудили практику в сфере капитального ремонта, его стандарты и техники. На заключительном заседании побывала наша съемочная группа. Созданная пять лет назад система капремонта многоквартирных домов – самый масштабный проект модернизации жилищного фонда страны, говорят Министерства строительства и ЖКХ. За это время было отремонтировано 135 тысяч домов по всей стране, в которых проживают более 17 миллионов человек. Темпы капремонта увеличились более чем в шесть раз, а программы в регионах набрали стабильный оборот, в том числе и в нашем. В качестве примера сегодня как раз приводили Пермский край, что буквально за последнее время край сделал огромный рывок вперед, потому что и более качественно сделаны ремонты, программа реализуется совершенно на другом уровне. Вот это как раз один из таких достаточно серьезных показателей, который характеризует ту территорию, на которой мы сегодня присутствуем. Но кроме подведения итогов, были и поставлены задачи на будущее. По мнению губернатора Пермского края Максима Решетникова, сделано много, но дальше – больше. Мы ставим перед собой задачу в 2019 году уже выйти даже по уровню лидера, по объему работ, по объему ремонтов произведенных и так далее. И для этого нам очень важно было услышать опыт других регионов. Не так часто встречается такой глубокий профессиональный диалог между профессиональным сообществом, между регионами и министерством и такое понимание путей. На съезде побывали и представители законодательной власти. Федеральные эксперты поделились возможными перспективами развития отрасли жилищно-коммунальных услуг. Когда планируется капитальный ремонт сроком на 30 лет, то для того, чтобы правильно его запланировать, нужно смотреть и стоимость капитального ремонта текущей, то есть в этом году, сколько стоит это мероприятие, и сколько это мероприятие в длительности в эти 30 лет позволит сэкономить денег на обслуживание дома. Поэтому мы очень надеемся, что такие критерии обязательно в формирование, в выполнение работ по капитальному ремонту войдут. Первый пятилетний период – это этап запуска системы, который позволил выявить узкие места и набрать необходимый темп. Следующий этап – это переход к стабильной и устойчивой работе созданной системы, уверены эксперты. Евгения Чернявская, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Осенний гипсопад. От дома по адресу Комсомольский проспект 80 кусками отваливается лепнина. От увесистого куска гипса на днях чуть не пострадали прохожие. Однако по этому поводу никто, кроме жителей дома, похоже, особо не беспокоится. Опасное место никак не огорожено и все может повториться, рассказывает Дмитрий Гаврилов. Эти кадры сделаны в минувшее воскресенье. На них отчетливо видно, как элемент декора фасада дома номер 80 по Комсомольскому проспекту упал прямо на тротуар. Свидетелем этого происшествия стал пермский блогер Иван Козлов. Увиденное с иронией прокомментировал в социальных сетях. Вчера заходил в магазин «Кругозор» на тихом компросе и чуть не сдох. Не то, чтобы у меня могло сердце разорваться от новости о скором закрытии магазина. Но если б я там проходил пятью минутами позже, вполне бы мог, как и другой любой гражданин, погибнуть от бетонной глыбы, которая упала, пока я тусовался в магазине. От увесистого куска гипса, к счастью, тогда никто не пострадал. Теперь местные жители предпочитают здесь передвигаться в ускоренном темпе, пугливо поглядывая наверх. Впрочем, произошедшее здесь не сильно кого удивило. Отошел от кирпичной кладки карнизный элемент, который держался только на одном арматурном элементе, штыре. Он не был должным образом закреплен и вообще за последние 10-15 лет все эти карнизные элементы постепенно, поочередно падают. Обрушение элементов фасада происходит здесь не первый год. С виду небольшая гипсовая лепнина весит около 7 килограмм. Если такой элемент упадет на голову прохожего, может привести к летальному исходу. Все эти дома на нашем проспекте нуждаются в таком тщательном контроле. Я не раз с 2012 года, а то и раньше, обращалась и в администрацию района, и города, и в правительство Пермского края. Нам единственное только помогли с ремонтом кровли. По словам жильцов, укреплять висящую лепнину, либо демонтировать ее никто не торопится. Жертв и пострадавших от ежегодно падающих гипсовых элементов фасада пока не было. Видимо, здесь работает старый принцип «пока нет тела, нет и дело». Между тем, части фасада продолжают осыпаться. При этом никаких ограждений и аншлагов, предупреждающих об опасности, нет. Хотя жители утверждают, что коммунальные службы в курсе. Поправить положение дел здесь наверняка можно через фонд капитального ремонта, куда заявку уже отправили. Но он, по словам жильцов, запланирован только на 2020 год. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Кто-то из наших земляков стал в одночасье заметно богаче. 27 сентября в лотерее Гослото 6 из 45 был разыгран суперприз размером 56 миллионов 821 тысячи 773 рубля. Как заявлено в официальном сообществе 100лото соцсети ВКонтакте, обладателем выигрыша стал житель Перми. Отмечается, что он купил билет за 100 рублей через мобильное приложение и угадал все шесть выпавших чисел. Пять премьерных спектаклей, семейные мастер-классы, выставки и многое другое. Театр «Кукол» открывает новый 82-й сезон. Праздник, посвященный этому событию, пройдет в театре в субботу 29 сентября. Зрителей ждет фотосессия со сказочными персонажами, розыгрыш сувениров, поднятие театрального флага и премьера спектакль «Путешествие Емеля по диковинным дорожкам». Среди его первых зрителей была и наша съемочная группа. «Хорошо! Я съеду! Вырошусь и на пол с этой высоты!» Все как в жизни. Победитель первого сезона шоу «Храп Емеля» век бы лежал на своей эмансипированной печке и глядел по ТВ сказочные вести. Сильная и независимая царевна Забава вся на спорте и готовится к участию в гонке героев. Персонажи о современенной народной сказке говорят и шутят с детьми на понятном им языке, местами смешной и взрослым. Но герои не только веселят и развлекают, а помогают ребятам усвоить или вспомнить правила дорожного движения. Вместе с гостем спектакля – автоинспектором. «И правила для пассажиров. Мы с вами сегодня вспомним. Расскажи, как нужно двигаться в автомобиле?» «Не мешать родителю и вести спокойно, не баловаться». «Согласны, ребята?» «Да!» «А самое главное?» «Престёрниваться». Путешествия «Емели по диковинным дорожкам» – лишь одна из премьер, подготовленных театром кукол к новому сезону. Ещё один спектакль «Левша» поднимает непростые темы патриотизма, бюрократии, таланта. И маленького человека, гражданина, столкнувшегося с государственной машиной. В общем, очень актуальная постановка. «Конечно, это классическое произведение, а без ответа любви к родине, собственно. Потому что как родину-то любить, если она не очень не даёт себя любить?» Как настоящий патриот, переживающий за Россию, «Левша» пытался пробиться и добиться определённых изменений. Что из этого вышло, ну, все, конечно, разрешено. Первый показ «Левши» – 9 октября. Ещё одна новинка сезона – театр запускает серию мастер-классов для семейной аудитории. «Мы их и так проводим для школьников. А теперь попробуем на семейную публику, семейного зрителя, которые могут купить билеты в кассе. И каждое последнее воскресенье мы будем проводить различные мастер-классы по оживлению неживого, по кукловождению, по изготовлению грима. Будет много-много чего интересного». Юлия Алеева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. А театр юного зрителя тем временем принял участие в программе «Большие гастроли». В её рамках пермский зритель в ближайшие несколько дней увидит постановки Вологодского театра для детей и молодёжи. В свою очередь, вологодский зритель оценит репертуар нашего ТЮЗа. «Это федеральная программа Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли». Существует уже пятый год. Целью и задачей являлась, чтобы мы, зрители всей нашей страны, имели возможность смотреть не только свой родной театр, но и те, кто существует в других регионах. В этом году она охватывает 85 регионов страны, более 200 театров». «Мы привезли три спектакля, но у нас сцена больше, у нас театр больше по размерам. Поэтому мы можем привезти только то, что мы можем сюда поставить. «Мы привезли «Сотворившее чудо»» спектакль, это для семейного просмотра. Мы привезли спектакль «Дубровский» и сказку для детей «Айболит». В Дубровском у нас вообще вся труппа театра занята. То есть мы сюда приехали, всем театром. У нас приехало 53 человека». Гастрольный тур в Перми вологодцы открыли спектаклем мелодрамы «Сотворившее чудо» про слепоглухую девочку, которой очень сложно воспринимать мир, как все. Как говорят артисты, это история о том, что вера в человеческие возможности, терпение и усердие может превратить невероятное в реальность. В театре считают, что подобные гастроли полезны не только зрителям, но и труппе. Для артиста пользу. Ты же привыкаешь к интонации, привыкаешь к языку, привыкаешь к своему зрителю. Зритель привыкает к тебе, любит тебя, ну вот такого. Может быть любит, может нет. Чаще всего любят наших зрителей. А когда ты выходишь на совершенно иного зрителя, который не привык к твоему театру с детства, которого мама не водила в тюсы, который как бы вырос вместе с тобой, на твоем языке разговаривает, а ты приезжаешь в трое город, у тебя есть возможность как-то заново саму себе доказать. Ну а наши артисты по-настоящему разгуляются на вологодской сцене. Они повезли туда множество спектаклей, в их числе известная бродвейская пьеса «Продавец дождя», камерный спектакль «Лондон», а также «Еврейское счастье» у «Ковчега-8» и Оля Лукоя.